Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала Планета Дзюдо! С вами Роман Карасев. В этом видеообзоре я привожу статистический анализ поединков дзюдоистов в весовых категориях у мужчин на Олимпийском турнире в Токио. Материал подготовлен с использованием информационных данных, размещенных на официальном сайте Международного Олимпийского комитета. Вашему вниманию сегодня представлена весовая категория до 81 кг. В Олимпийском турнире в этой весовой категории приняло участие 35 спортсменов, которые в общей сложности провели 38 поединков. Из них 17 поединков были проведены в дополнительное время Golden Score. 26 поединков были завершены с оценкой Япон и 11 с оценкой Вазари. Одна победа была присуждена ввиду неявки соперника. 55 раз судьи выдавали предупреждение Шида и 5 раз Хансо Кумаки. Приемы, с помощью которых спортсменов удавалось одержать победы в своих поединках. Все действия участников Олимпийского турнира. Дзюдоистов в весовой категории до 81 кг, которые применялись в поединках разными спортсменами. Пассивность 43 раза, ложная атака 9 раз, Оучигари 5 раз, Сойенаги 5 раз, броски с одной рукой 4 раза, выход за пределы татами 4 раза, захват за ногу 4 раза, Катогрума 3 раза, уход от захвата 3 раза, Суми Атоши 3 раза, Таня Атоши 3 раза, Харай Гоши 2 раза, Удыхи Шиги Джуджи Гатами 2 раза, Кузури Кеса Гатами 2 раза, Косу Тогаки 2 раза, Коучигари 2 раза. Учимата 2 раза, Ашигурума 1 раз, Дэльши Харай 1 раз, Фусын Гачи 1 раз, Косу Тогари 1 раз, Осу Тогари 1 раз, Нырок головой под руку 1 раз, Касание рукой лица соперника 1 раз, Захват пистолет 1 раз, Сотомакикоми 1 раз, Суми Гаеши 1 раз, Томой Наги 1 раз, Уширы Кесы Гатами 1 раз, Ура Наги 1 раз, Уки Атош 1 раз, Уки Ваза 1 раз, Йоку Гаки 1 раз, Йоку Тош 1 раз, Йоку Шир Гатами 1 раз. Самым молодым участником Олимпийского турнира дзюдоистов в категории до 81 кг мужчин был Фатиев Мурат Азербайджан, 22 года. Самым возрастным участником Олимпийского турнира дзюдоистов в этой весовой категории мужчин был Лученце Эммануэль, Аргентина, 37 лет. Возраст победителя соревнований Олимпийского чемпиона Токонори Нагаси, 28 лет. Возраст серебряного медалиста Олимпийских игр Малай Саид, 29 лет. Возраст бронзовых призеров Олимпийских игр Токио в этой весовой категории Борчишвили Шамиль Австрия, 26 лет, Кассе Матиас Беллия, 24 года. Возраст участников указан по году рождения. Самый быстрый поединок, проведенный на Олимпийском турнире в этой весовой категории, состоялся между Ивайло Ивановым в Болгарии и Лученце Эммануэлем Аргентина, который продолжался всего 28 секунд. Была одержана чистая победа Япон. Победная техника Сойо Наги, бросок через спину, выполнил Ивайло Ивановым в Болгарии. Самый продолжительный поединок, проведенный на Олимпийском турнире в Токио в этой весовой категории, состоялся между болтобоев Шарафиддин, Узбекистан и Ивайло Ивановым в Болгарии, который продолжался в дополнительное время и завершился на 9 минуте в 50 секундах. Победная техника Тани Атоши. Бросок выполнил болтобоев Шарафиддин, Узбекистан. Общее время, затраченное на все поединки в этом Олимпийском турнире именно Олимпийским чемпионом Токонори Нагаси Япония, составило 30 минут 25 секунд. Финальный поединок состоялся между Токонори Нагаси Японии и Саид Мулай Монголия. Вес спортсменов при взвешивании. Токонори Нагаси 80 кг 600 г, Саид Мулай 80 кг 700 г. Позиция спортсменов в мировом рейтинге Международной Федерации дзюдо. Токонори Нагаси 13 кг и Саид Мулай 6 кг. Судья финального поединка Евгения Раклин РФ. Финальный поединок между Токонори Нагаси и Саид Мулай продолжался 5 минут 43 секунды. За время поединка было объявлено одно судейское наказание Шида и была проведена одна результативная атака с оценкой Вазари в дополнительное время в Голденску. Хронология поединка. 2 минуты 22 секунды. Наказание Шида для Токонори Нагаси. Выход за пределы татами. 5 минут 43 секунды. Дополнительное время Голденску. Результативная атака. Техника Аши Гурума. Оценка Вазари. Токонори Нагаси. Результат финального поединка. Победа в дополнительное время с оценкой Вазари. Токонори Нагаси. Золотая медаль. Проигрыш в результате пропущенного технического действия. И серебряная медаль. Саид Мулай. Поединки за бронзовые медали. Первый поединок группы А. Рассел Доминик Германия. Борчишвили Шамиль Австрия. Вес спортсменов при взвешивании. Рассел Доминик 80 кг 700 грамм. Борчишвили Шамиль 80 кг 800 грамм. Позиции спортсменов в мировом рейтинге Международной федерации дзюдо. Рассел Доминик 10-я. Борчишвили Шамиль 22-я. Судья на татами. Турбат Энхцецек Монголия. Поединок за третье место Олимпийского турнира между Расселом Домиником и Борчишвили Шамилем продолжался 1 минуту 21 секунду. По ходу поединка были проведены 2 результативные атаки, в основное время получившие судейские оценки в Азаре, что в общем составило Ипон. Приемы, которые провели в этом поединке, это Уки Вадзе и Кузури Кеса Гатами. Хронология поединка. 13 секунд. Начало поединка. Результативная атака Борчишвили Шамиль. Оценка в Азаре. Прием Уки Вадзе. 33 секунда поединка. Первое замечание Шида. Ложная атака Борчишвили Шамиль. 1 минута 21 секунда. Результативная атака Борчишвили Шамиль. Оценка в Азаре. Прием Кузури Кеса Гатами. В результате поединка. Победа была присуждена Борчишвили Шамиль. В Азаре Вазаря в Асет Ипон. Бронзовая медаль. Проигрыш в основное время поединка Рассел Доминика, который остался без медали. Второй поединок группы Б. Григалашвили Тато, Грузия. Касэ Матис, Бельгия. Вес спортсменов при взвешивании. Григалашвили Тато 80 кг 800 г. Касэ Матис 80 кг 800 г. Позиция спортсменов в мировом рейтинге Международной Федерации Дзюдо. Григалашвили Тато 3, Касэ Матис 1. Судья на татами Каринканте Велиматти, Финляндия. Поединок за третье место олимпийского турнира дзюдоистов между Григалашвили Тато и Касэ Матис продолжался 1 минуту 26 секунд. По ходу поединка было вынесено одно наказание Ашида и была проведена одна результативная атака, получившая судейскую оценку Япон. Чистая победа. Хронология поединка. 1 минута 4 секунды. Наказание Ашида Матис Касэ за пассивность. 1 минута 26 секунд. Результативная атака. Оценка Япон. Победная техника Йоку Артоши Матис Касэ. Результат поединка. Победа с оценкой Япон. Матис Касэ. Брозовая медаль. Проигрыш в результате пропущенного технического действия. Тата Греглашвили без медали. Спасибо за внимание. Вы смотрели видеоканал Планета Дзюдо. С вами был Роман Карасьев. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова